Вот тут сейчас находится клумба. Почему клумба? Потому что на самом деле под клумбой уже заложен фундамент для этого памятника. Памятник сейчас в работе, скульптор это все делает, это все очень интересно, здорово. И образ, как наши танки, видите, они стоят так, сейчас уже в натуре можно увидеть, они как бы охраняют наш город, они как бы на возвышенности, как бы на крепости. Точно так же мы ставим и вот этого нашего полковника Сирко тоже. Видите, еще и на надпись исторический музей, он как бы охраняет наш город. Еще хочу сказать, вот это все танки, пушки, это экспонаты исторического музея. И поскольку рядом, в принципе, пешеходной доступности, там несколько метров будет памятник Сирко, мы его делаем специально тоже, в таком виде, чтобы он мог бы быть, ну в кавычках, конечно, как бы продолжением исторического музея, как бы экспонатом. В чем это выражается? Делается пушка не просто, а конкретная пушка, которая отливалась там в таком-то году, участвовала в таких-то событиях. Вся одежда полковника, сабля, сапоги, шапка, все сделано, как сказать, по-настоящему. То есть гид или экскурсовод, который будет ходить вокруг площади и рассказывать всем там про разные экспонаты, начиная там со скифских баб, внутренности музея и может дойти до памятника Сирко, он и на памятнике может рассказывать про историю Украины, запятая нашего города и историю культуры одежды, военного дела и прочее. Потому что у него там и пернач, и сабля, и пистолет, все то, что он мог носить настоящий полковник тех лет.